Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к евреям Первого Верховного Апостола Павла. И сегодня мы делаем обзор 11 главы этого послания. В конце предыдущей главы апостол Павел рекомендовал веру и жизнь по вере как наилучшее предохраняющее средство против личной апостасии, то есть личного отступления от веры. Теперь он подробно останавливается на сущности веры и на плодах этой теологической добродетели. В первой главе говорится, что сущность веры заключается в том, что она сообщает всем, кто ей живет, и надежду, и любовь. То есть сущность веры и смысл в том, что она делает нас защищенными людьми в этом мире. Об этом с первого по третий стих. Далее приводятся великие примеры героев веры, данные нам в Ветхом Завете, которые жили верою, умирали в вере и очень многое претерпели силой веры. Об этом с четвертого по тридцать восьмой стих. И последний раздел данной главы с тридцать девятого по сороковой стих. Преимущества, которыми обладаем мы, живущие верою, силой благодати перед теми, кто жил во дни Ветхого Завета, не зная благодати, руководствуясь только законом. Ну, как и сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. Итак, сущность веры и честь, какую она сообщает всем, кто живет ею, то, что раскрывается в теологических добродетелях, надежда и любовь. Сама вера относится тоже к теологической добродетели. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот здесь сразу обращает внимание на себя то, что вера – это прежде всего действие, осуществление ожидаемого. И только потом умозрительная уверенность в невидимом. О чем это? Это о том, что мы живем так, как мы верим, а верим так, как мы живем. И когда мы хотим исправлять свою жизнь, нам надо скорректировать собственные вероубеждения, которые могут быть глубоко субъективными. Поэтому в Писании ничего не сказано о личной вере, о которой любят говорить наши друзья-протестанты, но сказано «имейте веру Божию». То есть стремиться надо к таким вероубеждениям, которые Бог являет нам через свое откровение. Далее, второй стих. Таким образом, вера оказывается источником и надежды, и надежды. И источником благодарной любви к Творцу, который из небытия в бытие создает нас. Далее достаточно большой раздел в 11 главе «Постанек евреям» с 4 по 38 стих, где предлагаются нам великие примеры героев веры, которые нам даны в Ветхом Завете. Эти люди, герои веры, жили верою, умирали в вере, и очень многое претерпели силою веры. В одни закона. И возникает мысль, насколько бы более мощно они реализовали бы себя в одни благодати. И мы читаем. «Верою Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». И хотя это имя Авель означает пар, 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 как сказано в Библии, это жизнь наша, как пар, который на малое время появляется, а потом пропадает, исчезает, развеивается ветром. Но образ Авеля, он продолжает говорить и свидетельствовать о добродетелях этого религиозного человека в сравнении с нечестивым Каином. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». О Енохе сказано, что Енох ходил пред Богом. Это великая характеристика этому человеку. Что значит «ходить пред Богом»? В одни Иисуса Христа это означало помнить, что над тобою око видющее, ухо слышащее и книга, в которую записываются твои деяния. Ходить пред Богом – это жить в присутствии Бога. «И таким был Енох, в общем-то семейный человек, но который за свою веру был живьем взят на небо». И Златоуст подчеркивает это обстоятельство, что живым на небо был взят семейный человек, восклицает в своих рассуждениях. Вы видите, ничто не препятствует верующему человеку, ни семейные узы, ни забота о детях, если он живет именно как в присутствии Бога. «А без веры угодить Богу невозможно, говорится здесь, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Человек может быть нравственным, моральным, но без веры угодить Богу невозможно. Как сама по себе вера, она без дел мертва, так и человеческая нравственность и праведность, не соединенная с вероубеждением, может оказаться чем-то порочным. Человек иногда ведет себя достаточно морально для того, чтобы неплохо выглядеть в глазах других людей. То есть очень важно всегда понять мотивации, которые направляют человека в тех или иных его деяниях. Но если он это делает, исходя из того, что есть Бог, который дал свои законы, есть Бог, который ищущим его воздает и не ищущим воздает, и поступает соответствующим образом, такой человек живет в гармонии с Творцом, который включил его в некий свой замысел. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Ной получил откровение о том, что будет потоп, и как учит предание, он строил свой ковчег вдали от водных глубин, то есть на суше. И над ним смеялись люди и говорили, что ты строишь корабль, здесь нету никакой воды, ничто нам не угрожает в этой местности. Ковчег – это символ церкви. Как и сейчас, многие скептически относятся к христианской церкви и говорят, зачем все это, зачем воскресный выходной день ехать куда-то, может быть, лучше поехать на пляж или на какой-нибудь пикник. Зачем тратить время, это как бы все бессмысленно. Но когда пришел потоп, то спаслось только семейство Ноя, и те животные, чистые и нечистые, которых он ввел в ковчег, по поводу чего блаженный Августин учит, в церкви спасаются все, чистые и нечистые, потому что в церкви есть все необходимые средства для того, чтобы обрести дар спасения. Далее говорится про отца всех верующих Авраама. Апостол Павел пишет. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Тот верою обитал он на земле обетованный, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования». Действительно, когда Бог призывает Авраама словами «Лех-Леха», этими словами начинается раздел, который рассказывает о жизни Авраама, ветхозаветной традиции, это начало 12 главы книги «Бытия». «Лех-Леха» – это очень сложное восклицание. «Иди себе», можно так понять. «Иди к себе», можно так понять. Или «Иди туда, не зная, куда, найди то, не зная что». Можно и так это понять. Потому что, когда Бог призвал Авраама, Бог не сказал, куда он его призывает. То ли в Египет, то ли еще ниже, в Эфиопию. Но Авраам проявил веру. И в случае с Авраамом сама его вера стала добродетелью. Добродетель – это то, за что полагается награда. А вера в христианском понимании – это высший теологический добродетель, наряду с надеждой и с любовью. Поэтому про Авраама сказано «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, то есть в заслугу, в добродетельную заслугу». Далее говорится об Аврааме. «Ибо он ожидал города», то есть пошел не зная куда, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель, Бог, верою и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Сара рождает Исаака, когда ей 90 лет, а Аврааму было 100 лет. И это было проявление веры, эти люди верили, что верен обещавший, обещавший – это Бог, который через ангелов сказал «Следующий год, когда я приду, у Сары будет ребенок». 12 стих и далее. «И потому от одного, то есть от Авраама, и притом омертвелого, то есть очень старого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчисленен песок на берегу морском». «Все сии, то есть Авраам, Исаак, Яков, Сара, Ной, Енох, все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, то есть они ищут города, который приготовил для них Бог». И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, если бы речь шла бы о земном Отечестве, «но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Апостол Павел дважды в этом отрывке говорит о городе, который является обетованием для древних и более близких к нам угодников Божьих. Что это за город? В книге Откровения Иоанна Богослова 21 глава с 1 по 4 стих мы находим такие слова. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот на какой город взирали древние угодники Божии, которые верою ходили пред Богом. В толковой православной Библии говорится, они искали Отечество, какого? Не того ли, которое оставили? Нет. Что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть Его гражданами? Они искали Отечество Небесного, так спешили они удалиться отсюда, и так угождали Богу, потому и Сам Бог не стыдится называться Богом их. Бог, когда является к Моисею, Он говорит, «Я Бог Авраама, Я Бог Исаака, Я Бог Иакова». То есть Бог не стыдится называться их именами, их Богом. Далее в толковой православной Библии мы находим, «О, какая честь! Он восхотел называться их Богом! Но что скажешь важного в том, что Он не стыдится называться Богом их, когда Он называется Богом земли и Богом неба? Это важно, поистине важно и служит знаком великого блаженства. Почему? Потому что Он называется Богом неба и земли так же, как и Богом язычников. Он Бог неба и земли, как творец и устроитель их, а Богом тех святых Он называется не в этом смысле, а как близкий друг их. Вот эту мысль о том, что Бог был близким другом таких людей, как Ной, Енох, Авраам, Исаак, Иаков, ее высказывал в свое время святитель Иоанн Златоуст. Далее мы читаем, 17 стиха и ниже, «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Исаак был предзнаменованием Христа, который умер на кресте и воскрес для нашего оправдания. «Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исафа, верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова» «Монасию и Фрема» имеется в виду, «и поклонился наверх жезла своего». «Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих, чтобы их обязательно вынесли из Египта и внесли в землю обетованную и положили в пещере Махпела. «Верую Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими», то есть это была вера его родителей, «ибо видели они, что дитя прекрасно и не устрашились царского повеления». Ну тут возникает вопрос, для родителей любой ребенок прекрасен, но здесь прямая аллюзия с тем, когда Бог творил мир, Бог создал свет и увидел красоту света и сказал, что это хорошо. И когда родился Моисей, родители его, как учат предания, они узрели свет. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой», то есть он был принц Египта и мог стать фараоном, «и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он, то есть Моисей, Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верую перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне, то есть неверующие, потонули. Верую пали стены Иерихонские по семидневным обхождении. Верую, рав блудница, с миром приняв Саглядатаев и, проводив их другим путем, не погибла с неверными. Об этом рассказывается в книге Иисуса Новина. И что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне и Вараке и о Самсоне и Иефае, это то, что говорится в книге Судей, о Давиде, Самуиле и других пророках, это то, о чем говорится в книгах, царств, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих, воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, пророк Даниил был распилен пилою, есть такое предание, подвергаемые пытки умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Итак, апостол Павел показывает нам, что они не просто странствовали, они не просто страдали, они не просто умирали, они двигались к тому городу, они искали того города, этого особого места от Бога, то, что мы называем Новым Иерусалимом. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Были побиваемы камнями священник Захария, сын Иодаев, перепиливаемые, говорят, что это претерпел пророк Даниил, пророк Исаия, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям. Так великий Илья, так Елисей, великий наследник его благодати, так большая часть пророков, которые и домов не имели, но рубили дерева и строили себе кущи». Далее, с 39 по 40 идет отрывок, где говорится о преимуществах, которыми обладаем мы, живущие во времена благодати, в сравнении с тем, кто жил при Ветхом Завете. И мы читаем с 39 стиха и ниже. «И все сии свидетельствованные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». О чем это? Исполнение всех обетований Божьих – это Церковь Божия, о которой Христос говорит в Кесарии Филипповой. И мы читаем об этом в 16 главе Евангелия от Матфея. «Я создам Церковь мою, и врата да не одолеют ее». Как Христос есть Бога-человек, так и Церковь – это Бога-человеческий организм, глава которого сам Христос, а мы – Его тело. Церковь условно делится на две части. Это Церковь земная, странствующая или воинствующая, и Церковь небесная, торжествующая. Архиепископ Аверки Таушев пишет. «Это так поясняет святой Иоанн Златоуст. Уже прошло столько времени, как они, ветхозаветные праведники, остались победителями и еще не получили награды, а вы, то есть христиане, находясь еще в подвиге, сетуете. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остался неувенчанным?» Казалось бы, Авель – жертва. Почему же Златоуст называет его победителем? Любой мученик – это победитель, потому что мученика убивают, убивают его тело, не смогущие умертвить его душу. И как признание бессилия, не могущие одолеть его душу, умертвляют его тело. Поэтому слово «мартирос» – мученик по-гречески «исповедник», оно с такими интонациями торжественности присутствует в филологическом анализе этого слова. «Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остался неувенчанным? Что Ною, что другим, жившим в те времена и ожидавшим тебя и тех, которые будут после тебя?» Златоуст говорит, все эти люди, они ожидали, когда появятся христиане. Ведь Павел здесь пишет, что все эти угодники Божьи не без нас достигли совершенства, потому что мы, христиане, это зрелый плод их усилий. И то, что они видели издали, мы переживаем в реальности таинств Святой Церкви. Владыка Аверки пишет, «Смысл этих слов тот, что апостол хочет вразумить ими нетерпеливых и малодушных палестинских евреев, которые, не скончавшие еще христианского подвига, хотели бы уже видеть исполнение христианских надежд, то есть уже в этой земной жизни. Он утешает их представлением о том, как долго пришлось ждать ветхозаветным праведникам награды за свое терпение, пока великая жертва Христова не отверзла им врата небесного царствия». И действительно, все эти люди, которые скончались в вере во дни Ветхого Завета, они шли в ад. Они все шли в ад, потому что не было искупления грехов рода человеческого. Да, были их добродетели веры, но этого было недостаточно для того, чтобы искупить их грехи, пороки и беззакония. Они шли в ад. Но когда совершилась великая жертва, искупительная жертва Христа на кресте, и Христос сошел в ад, и Он вывел из ада души ветхозаветных праведников, которые умерли в надежде на Его сошествие в ад, с верой на грядущее обетование, о городе Божьем, куда они стремились. Можно сказать, что их подвиги, их деяния, они явно не увенчались успехом в этой жизни, но это не мешало им верить, надеяться и любить. Есть такой пример. На Востоке верующие решили собраться на общественную молитву и поручили одному человеку начать эту молитву, но при этом ему было сказано, надо дождаться, когда придут наши братья из другой местности, но молитву надо начать вовремя. И этот человек оказался перед некой дилеммой, когда уже наступает время для молитвы, ему было сказано, что молитву надо начать вовремя, но другие братья еще не подошли, и он не знал, что делать. И он начал молитву, общественную молитву. Через некоторое время приходят братья по вере, и руководители этой общины говорят ему, ты не послушался нас, поэтому ты будешь вечно находиться в аду. И этот человек заплакал от радости. И на его лице была радость, и люди не могли понять, почему. Его спросили, а чему же ты радуешься? Это были слезы радости. И он сказал, так теперь я смогу служить Богу совершенно бескорыстно. Ветхозаветные святые, они знали, что они идут в шеол, шеол, ад, могилу. Но вот это их бескорыстное служение, оно возвеличивает их сравнение с нами, потому что мы имеем упование, а они только издали созерцали онное. Итак, отцы, братья, сестры, сегодня мы сделали обзор 11 главы послания к евреям, первоверховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор 12 главы этого же послания. 12 глава – это предпоследняя глава. подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах и берегите себя. субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...